Всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о том, как формировать красивые заломы на Федоре. Итак, вот она моя почти готовая шляпа. Вообще, в идеале, формируем мы заломы Федора, уже когда полностью готова наша шляпа. Мне здесь осталось довязать последний ряд с ригелином. И все. Смотрите, сначала мы провязываем полностью шляпу, отпариваем поля, и тогда хорошенько отпариваем наши боковинки, чтобы они приняли идеальную форму. Донышко тульи мы не трогаем. То есть, когда мы полностью отпарили поля и довели до идеала наши боковинки, то есть они должны быть просто вот такой трапециевидной формы, мы переходим к формированию красивых заломов. Итак, основное правило. Наши заломы должны быть красивые. То есть, не должно быть вот таких вот, как на мой взгляд, уродских вмятин, когда они прям вот в шляпу полностью проваливаются. Вот так. Если вы делаете один такой большущий залом, это уже будет не Федор, это будет шляпа Хомбург. Но здесь тогда заломы уже не нужны будут, вот эти, которые боковые. Есть только один залом. Мы же говорим о Федоре. Значит, у нас должен быть красивая вмятинка здесь. Причем наш нос не должен выглядывать далеко, не должен выпадать вот так. Так. Поэтому нужна аккуратненькая вмятинка посерединке и две небольших вмятины здесь по бокам. Это все исторически сложилось, потому что мужчины при виде женщин поднимали шляпу вот таким вот захватом, тремя пальцами. Поэтому и получились вот эти вот красивые заломы. Итак, сейчас покажу на пальцах, как делаем потом. Буду показывать шипящим утюгом. Шипение утюга, конечно, заменю на музыку. Итак, что мы делаем? Наша шляпа на самом деле будет выглядеть несколько некрасиво. То есть вот будет какая-то непонятная у нас донышко. И неважно, какое донышко вы делаете. Овальное, круглое или, как у меня, немного каплевидной формы. Первое и основное. Мы берем утюг, выставляем максимум пара и вот так вот горизонтально просто его отпариваем. Отпариваем хорошенько, чтобы наша тулья, она под воздействием пара будет сама немножко проваливаться. Вот это наша донышко. Вот, донышко провалилось. Тулья пока горячая. Вы услышите, когда начнете формировать вот этот вот заломчик в этом донышке, вы услышите, как рафия вот так приятно похрустывает. То есть вот чувствуется, как вот это вот расстояние между двумя рядами соседними, оно прям вот хорошенечко так заламывается. И можно прям вылепить любую форму. То есть пока наша рафия горячая, мы наше донышко вот вправляем вовнутрь немножечко. Причем наше расстояние вот сюда вправо и влево должны быть одинаковое количество рядов вот здесь, вот в этих вот местах, там где донышко будет переходить в поля, в боковинки наши. Здесь, за счет того, что мы вяжем по спирали, вот здесь будет небольшой такой перехлест рядов. То есть будет один ряд переходить в другой, и будет не вот не цельный ряд у нас, а такой вот. Вот, один в другой будет переходить ряд. Вот, и здесь у нас будет немного больше рядов. В нашем носике, нашей тулье, будет немножко больше рядов, чем вот здесь по бокам. Итак, мы отпарили это все дело, сформировали. Если не успеваете сформировать до того момента, пока наша рафия горячая, значит ставите утюг еще раз так же горизонтально, еще раз пропариваете и доделываете то, что вы не успели. Дальше. Можно, конечно, вот эти вот вмятины делать, как, в принципе, наверное, многие делают. Вот, пропарили и схватили, и вот так вот сделали залом пальцами, вот, тремя пальцами. Но, в силу нашей физиологии, у нас, когда мы зажимаем наши вмятины, делаем, так как у нас пальцы-то, в принципе, ну, как, несимметричные, получаются заломы немножко, вот, кто в какую сторону зажимает, вот туда оно все и кривится. Поэтому, либо нужно сначала пропарить одну сторону и одной рукой сделать один, например, правый залом, пропариваем другую сторону и другой рукой мы проделываем такой же залом. То есть, хотя бы симметрично у нас, ну, то есть, одинаковыми пальцами мы будем делать залом. Но, есть одна фишечка такая, наш утюг, смотрите, у него какой прекрасный изгиб. И вместе с паром, включенный на максимум пар, мы начинаем вот так вот заводить. То есть, вы уже видите, как будет красиво получаться залом. Под действием пара рафия сразу раскрывается, и нажатием утюга, причем, вот, красивенький получается вот такой залом. С одной стороны, и точно так же симметрично будем делать это все с другой стороны. И получаются уже у нас такие красивые вмятинки. Если этого мало, уже подправляете все это дело руками. Вот, думаю, понятно, и изъяснилось. Сейчас перейдем к практике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И так, ну что ж, вот они, наши заломы готовы. Мы полностью даем остыть нашей рафии, пока она вот так стоит себе, красуется. Потом она остывает, когда она полностью холодная, все, можно брать, надевать шляпу и прекрасно ей пользоваться. Спасибо вам большое за внимание! Надеюсь, я была вам полезна! Желаю вам красивых форм у Федоры, приятного вязания! Вот, я тоже буду довязывать свою Федору и с удовольствием носить.